Участницам этой выставки их творческие фантазии навеяла весна. К экспозиции долго готовились, ее тщательно оформляли и вот, наконец, момент открытия выставки. Вместо музыки в зале Гриновской библиотеки щебет птиц. И настроение у зрителей особое. По весеннему солнечное. И живопись, и прикладно, и цветы, и даже платье сделано руками. Это такая красота, такие умельцы, это надо же. Какая вятская земля наша, славится, как и хорошо, очень красиво. Почаще надо делать такие выставки. Работы самые разные. От искусно отделанных игрушек до нежных пейзажей. От удивительных украшений до необыкновенных платьев. Этот фантазийный наряд появился благодаря творческому тандему Мариной Ахмадеевой и Розы Вдовиной. В каждой лепестоке, каждый цветок здесь ручная работа. Это и украшение выставки, и в то же время его можно надевать, и в нем можно танцевать, в нем можно фотографироваться. Это платье, оно, собственно, на все случаи праздничное. На все случаи она украсит любую женщину. Это кропотливая работа, которую мы четыре дня шили. Это полностью ручная работа. Роза Павловна делала цветы. Я делала лепестки, пришивала к платью. Для одних мастериц подобные выставки – дело привычное. Другие представили свои работы на этой площадке впервые. Среди дебютантов – Дарья Шилова. У меня две работы на этой выставке – «Белочка в зимней шубке» и «Сказочная рыба». Так я решила побаловаться. Вообще, я считаю, что творчество – это то, чем человек балуется, уходя от повседневности. И решила поучаствовать не первый раз, но в этой библиотеке впервые. Это художественная роспись по дереву, акварелью. Выставка посвящена Международному женскому дню. Продлится она до 16 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова